Не только в пуре. На вино мы делаем кедуш в субботу, в шаббат. На вино делается кедуш в праздник, тот, который делается кедуш. И другие благословения, которые требуют осознания и официального вслух произнесения благословения, что предлагаемое сейчас какое-то явление, день, праздник, событие и так далее имеет признак, статус святости, это делается с вином. Так что вопрос ваш уместен, мы сейчас попробуем разобрать. Но в пуре он особое значение имеет, потому что есть такая обычая, не заповедь, но очень серьезная обычая. В пуре выпить больше алкоголя. Так, чтобы сознание было несколько замутнено, и чтобы нельзя было ясно различить, в разных смыслах этого слова, отсюда различные обычаи, ясно различить, что благословен Мардыхай или проклят Аман. То есть и то, и то, и то важно, но мы не различаем, и в какой степени различаем. Я тут немного упрощаю, и есть еще варианты всего этого, которые не относятся сейчас к этой теме. Так или иначе, почему вино? Обрати внимание на то, что нельзя пить и есть ничего без того, чтобы поблагодарить Всевышнего. Одна из форм благодарности – это благословение на еду. Ты ешь яблоко, ты пьешь воду, ты ешь, взял и ешь кашу и так далее, и так далее. На все нужно благодарить и есть специальные благословения. На иврите – это браха. На каждый вид еды или питья. При этом есть правило, что иногда благословение перекрывает все, что будет в трапезе, поэтому только один раз. Иногда требуется несколько раз. Но опять же не входим в это все. А обратим внимание, что есть благословение на фрукты, есть отдельно на плоды земли, вроде овощей, есть отдельно на что-то, что не относится ни к деревьям, как фрукты, ни к земле, скажем, там рыба и так далее. Есть, это все категории, все фрукты – одна браха, все овощи – одна браха. Но есть два благословения, две брахи, которые связаны со специфическим и только с ними видом продукта. Это благословение на хлеб из пяти видов злаковых и ни на что другое. А муцелех и минарес мы говорим и так далее. И есть только на вино и ни на один другой напиток. Ни на коньяк, ни на водку. На коньяк еще некоторые скажут, что он из виноградного сока, мы говорим только про кошерные продукты, конечно. Но в любом случае никакой вид напитка, чай, кофе, соки и прочее, не имеет этого благословения, которое имеет вино. Но, значит, почему? Возьмем хлеб. Самое простое – хлеб – это основа питания человека. Те, кто знает это, едят это. Под хлебом имеется в виду любой вид из пяти злаковых. Это могут быть лепешки, питы, может быть привычный хлеб в Европе. Это могут быть так называемые халы субботные. Не важно, все, что имеет вид хлеба, признается как хлеб, понимается как хлеб. Все знают, что этот продукт очень важный. И без него зачастую человек голодный, хотя он съел немало. То есть в нем есть такое качество. И поэтому из уважения к нему благословение отдельно на хлеб. И так же вино, как я сказал, из всех напитков и столько благословений на вино, отдельное, не связанное с другим благословением. Значит, мы переходим к разбору. Берем хлеб на иврите «лехэм» – три буквы. «Ламет хеп, хет и мем». Числовое значение этих букв – 78. 78 – это три раза по 26. Числовое значение имени Всевышнего. Йод, эгей, ваф, эгей – 26. Три раза 26 – 78. И так хлеб – это как три раза имя Всевышнего сказать. Можно подумать, что мы играем в какие-то математические игры для маленьких детей, потому что это в пятом классе все уже умеют умножать и знать, и понимать. Или в четвертом, или в третьем. Почему это серьезно? Потому что дело не в математике. А вот эти вычисления показывают связи между явлением. То есть есть связь между хлебом, лехом и чем-то, что Всевышний проявляет себя в каких-то трех местах. Три раза. Ты помнишь? Три раза. 26 умножить на три. Что это за три места? Это три духовных мира, в котором мы существуем, когда живем на земле. Мы живем в мире мыслей, эмоций и свершений дел. Три мира. В каждом из них Творец проявляет себя. Вот вам 26 на 3 – 78. Значит, когда мы говорим благословение на хлеб в начале трапезы, мы как бы все сюда включаем. И мысли, и чувства, и дела. Это хлеб. Теперь вино – яй. Тоже три буквы. Йод, йод, нун. В гематрия 70. Говорится в наших книгах, что «Щивим паним на Тора». 70 граней Торы существует. То есть, простое понимание и правильное понимание, хорошее, добротное. Что любую фразу, любое слово, любую фразу, мысль, какой-то отрывок Торы, можно раскрыть в нем, увидеть в нем. 70 разных граней. Это не значит, что каждый из нас увидит 70. Это значит, что емкость этого 70. Если ты увидел одну грань истины – прекрасно. Если две, три – тоже хорошо. Еще лучше может быть, если ты умеешь это сопоставлять. Но 70 – это столько. Осталось понять еще немножко про 70. Почему именно 70, а не 50 или не 125? Потому что, в принципе, и это глубокая мысль, поэтому, если непонятно, не переживайте. Еще раз послушайте. В других местах объясняется на нашем сайте. Когда всемирная духовная катастрофа произошла, еще до сотворения мира, то Всевышний дал задание Адаму, а потом это пришло к нам, исправить мир, духовно исправить мир. Для того, чтобы мы могли выполнить задание, он открыл суть Торы. Еще Адаму в Ганедене открыл суть Торы, а потом нашему народу на горе Синай. Тору дал и детали, и подробности, и прочее. Хорошо? Значит, Тора – это некая инструкция для исправления мира. А что сломалось в мире во время великой катастрофы? Не входя в детали, только скажем, сломались семь видов, основных видов проявления Творца в мире. Не проявление в мире сломалось, а есть способы проявить в мире себя, у Творца, и, условно говоря, мир испортил это. Мы теперь должны починить, чтобы проявление Творца в мире было возможным. Значит, это в семи способах испортилось, сломалось. Каждый из этих способов сам по себе, безусловно, содержит десять основных способов, потому что всего есть десять. Три не сломались, семь сломались. Но каждый из этих семи тоже внутри имеет десять. Итого семьдесят. Поэтому надо исправлять семьдесят. Поскольку гематрия – числовое значение вина, как я сказал, яйод, йод, нун – семьдесят, то понятно, что есть некая связь. Это не игра в цифры, не арифметика. Есть некая связь. То есть, получается, в вине есть в потенциале нечто, что помогает открыть грани истинной семидесяти сторон Тора. Семидесяти тех сторон, которые нужны для ремонта этих семидесяти сломавшихся явлений духовных. Вот откуда важность вина. Теперь, если есть заповедь или повеление, чтобы мы были в несколько опьяненном состоянии, то для этого вполне подойдет и водка тоже, и пиво, и, опять повторю, только кашерные продукты рассматриваются. Или джин, или виски. Почему обязательно вино? Ну, вы уже догадались. Если серьезно, то должно быть серьезно. Поэтому вино в первую очередь и в главную очередь и плохо поступают те, кто пьют не вино, а что-то другое для этого обычая. Осталось мне сказать очень важную мысль после всего этого. Повальное непонимание, что такое выпить в пуре. Почему-то кажется, что нужно напиться, нужно быть, то, что по-русски говорят, вдребезги пьяным, валяться и прочие непотребности. Строжайше запрещено. Не просто не надо, а строжайше, еврею строжайше запрещено быть пьяным. Вот я хочу повторить, еврею строжайше запрещено быть пьяным. Потому что пьяный человек не отдает отчетов в том, что он делает, соответственно, вместо заповеди может быть все наоборот. Никто этого не разрешил. Поэтому то, что нужно, общая рекомендация всегда, если идти по линии питья алкогольного напитка, выпить больше, чем ты обычно. Например, в субботу есть кедуш, еще вино наливается, там, допустим, за трапезу два бокала вина, так выпить три бокала вина в трапезе будем. И достаточно, и больше не надо. быть пьяным, повторю еще раз, запрещается. И те, кто пьют вино, уже на уровне диетической рекомендации, пить только сухое вино всегда. Эти крепленые другие вина, нужно держаться от них подальше. И уж точно нельзя много пить. Там, допустим, в какой-то ситуации выпил 50 грамм крепленого вина, еще ничего. Но больше это будет хоть у многих очень плохие последствия. Не хочется здесь, скажем, публично об этом говорить. Сухое вино, оно само по себе достаточно полезное, в разумных количествах. Поэтому можем пить, а чтобы это был пурин, а не другой день, больше, чем ты обычно привык. Привык, как я сказал, один стакан, пока выпей два. Привык два, выпей три. Вот примерно в таких рамках, в таком направлении. Те, кто не могут пить, те, кто боятся, те, кто не привыкли и прочее, могут выполнить этот обычай. Иначе выпить, допустим, даже 50 грамм сухого вина или вообще не выпить его, но пойти подремать после трапезы днем пурин на час. И поскольку ты спал, то ты точно не различал между Гаманом и между Мордыхаем как следует. Ты же спал. То есть ты тоже выполнил. Вот тоже способ. Но это уже все другое. Читайте наши материалы на сайте по поводу пурин. Все доброго. До свидания. Продолжение следует...